Всем привет! Вы на канале Доктор Что Это? Меня зовут Егор и сегодня у нас очередные новости. Сегодня у новостях. Храп. Насколько опасен борщевик? Воскресшие свиньи и новый китайский вирус. Ну что ж, пора начинать. Храп. Проблема окружающих или храпящего? На дворе август наступил долгожданный отпуск. Дальше поезд, самолет, отель, море, ужин и сон. И тут, среди ночи, из-за стены, из соседнего номера, доносится молодецкий храп. А в итоге вы не выспались, семья не выспалась, настроение у всех не к черту, море не в радость. И вообще, везде не спорчен. А то и весь отпуск. Ну что, если вы тоже не ангел и точно так же храпите? Причем это относится как к женщинам, так и к мужчинам. Позор! Во время сна мышцы верхних дыхательных путей находятся в расслабленном состоянии. При дыхании начинают вибрировать мягкие ткани носоглотки. И появляется тот самый звук. У кого еле слышный, а у кого и оглушительный. Это зависит от множества факторов. А ими могут быть и просто сон на спине, перебор алкоголя вечером, хронический тензелит, солидная комплекция и даже прием миорелаксантов. Врач лор Эдуард Везьменов предупреждает, что большинство людей даже не догадываются, что храпят. Во всяком случае до тех пор, пока кто-то из домочадцев не выдержит и не начнет военные действия. Да и после этого продолжают считать, что это не беда, а всего лишь недостаток. То время, как безудержный храп может оказаться началом весьма неприятного явления. Синдрома обструктивного апноэ сна. Это когда мягкие ткани совсем или частично перекрывают носоглотку или ротоглотку. И дыхание на несколько секунд останавливается. Ощутив кислородное голодание, мозг дает сигнал тревоги. И человек просыпается. Так может продолжаться чуть ли не всю ночь. Правда, чаще всего апноэ все-таки страдают люди с индексом массы тела более 30. Положа руку на сердце, все мы иногда можем похрапывать. Например, когда схватили хороший насморк и нос толком не дышит. Но болезнь проходит и нормальное дыхание возвращается. А вот храпят ли дети? Бывает и такое. И тут уже на алкоголь или ожирение не спишешь. Чаще всего виной тому искривление носовой перегородки или увеличенные миндалины и аденоиды. Так самое главное, лечится ли храп? Если советы спать на боку, бросить курить, не выпивать перед сном и прочая народная мудрость не помогают, то есть два пути. Первый – хирургический, когда врач корректирует перегородку и восстанавливает тонус мышц мягкого неба. Второй – СИПАП терапия. Почему СИПАП? Потому что... Во время такой терапии пациент ложится спать в специальной маске-аппарате. Она будет всю ночь поддерживать давление воздуха в дыхательных путях. Но лучше всего до патологического храпа, конечно, дело не доводить. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ Ученые из Ельского университета провели ряд успешных опытов по оживлению свиней. Им удалось восстановить кровообращение и возобновить работу внутренних органов через час после смерти животных. И об этом сообщает не издательский дом «Панорама», а уважаемый журнал «Нейча». В ходе эксперимента свиньи сначала умертвили под наркозом, вызвав остановку сердца. Через час туши подключили к аппаратуре, которая имитировала работу сердца и легких. Одновременно свиньям вводили экспериментальный препарат «Органикс». Как показали опыты, эта жидкость останавливает гибель клеток, сохраняет ткани и восстанавливает работу основных органов. Фактически имело место быть воскрешение из мертвых. По мнению специалистов, результаты этого исследования весьма значимы для дальнейшего развития медицины. Ведь получается, что после клинической смерти клетки органов не погибают в течение нескольких часов. Напомним, что биологически построение свиньев ближе всего к человеку. Выходит, что смерть – это всего лишь биологический процесс, который обратим в течение нескольких часов. В ходе опыта было выяснено, что часть функций сердца, почек и печени полностью восстановились за 6 часов. Правда, в статье нет ни слова о том, что стало в дальнейшем с подопытными свиньями. У человека через минуту кислородного голодания клетки мозга начинают отмирать. А через 3 минуты начинается сильнейшее повреждение нейронов. Ну а через 5 минут гибель мозга уже неизбежна. Однако ученые считают, что результаты опытов важны прежде всего для дальнейших исследований в области трансплантологии. Не исключено, что экспериментальный препарат органикс, которым воскрешали свиней, поможет дольше сохранять донорские органы умерших людей. Черные трансплантологи тоже будут довольны. Но не менее важной в случае успеха окажется и возможность возвращать с того света людей после остановки сердца из-за тромбов или же обширного внутреннего кровотечения. Кстати, о свиньях, людях и трансплантации. Совсем недавно в институте трансплантации университета в Нью-Йорке успешно пересадили свиные сердца людям. В эксперименте участвовали два пациента. Оба находились на ИВЛ и у них констатировали смерть мозга. Правда, сердца были генномодифицированы. Их вырастили с 10 генетическими изменениями с целью улучшения совместимости с человеческим организмом. Пока свиные сердца смогли проработать внутри человека только лишь трое суток. Но будем надеяться, что это только начало великих открытий. О, простите, а кто заказывал? Новый вирус из Китая. Еще один весьма опасный вирус обнаружен в провинциях Шайндун и Ханань. Количество заболевших пока составляет 35 человек. Вирус ланья, скорее всего, имеет животное происхождение. Так же, как и модно обезьяне оспа и большинство инфекций из Китая. Переносчиками на сей раз считаются землеройки, домашние козы и даже собаки. Симптомы заболевания. Усталость, лихорадка, кашель, тошнота, рвота, истощение и прочее. Больше всего ланья похож, по мнению ученых, на другой вирус, НИПАХ. Эта инфекция известна с 1999 года. Первая вспышка была в Малайзии. Тогда заболели 265 человек, и 105 из них погибли. НИПАХ может протекать как в виде простуды, так и в виде тяжелейшего энцефалита. Летальность составляет 40-75% случаев от количества заразившихся. Переносит его наши любимые крыланы. Летучие собаки, лисицы и прочая азиатская крылатая живность. Малайзийская вспышка произошла из-за контакта с зараженными домашними свиньями, которые, в свою очередь, подцепили болезнь от диких животных. Очаги инфекции возникали и в Бангладеш, и Индии. С 2001 по 2008 год. Там причиной, вероятнее всего, служили немытые фрукты и свежие соки, куда попала моча инфицированных летучих собак. Лечения, как такового, от НИПАХа до сих пор нет. Ученые и медики из Национального университета Сингапура намерены внимательно следить за развитием ситуации с новым вирусом Ланья. Однако на сегодняшний день среди 35 заболевших летальных случаев не было. Поэтому специалисты считают, что причин для паники и введения особых мер пока нет. Вверх в Москву время на закрытие особого распоряжения. В ближайшее время предстоит понять, передается ли новый вирус от человека к человеку. Кстати, Всемирная организация здравоохранения еще 8 лет тому назад предупреждала, что человечество ждет новая волна инфекции родом из животного мира. Филатовская детская больница предупредила родителей об опасности встречи детей с борщевиком сосновского именно в августе. В это время его ядовитый сок достигает максимальной силы. Большинство из нас в курсе, что трогать его голыми руками нельзя. Эффект проявляется через несколько часов, когда под лучами солнца на коже в месте соприкосновения с борщевиком появляются сильнейшие ожоги. А что еще известно об этом растении? Не нужно его путать с другими борщевиками. Они пригодны даже в пищу. Не зря их называют борщевики. И лишь гибрид сосновского опасен для человека. Борщевик сосновского завезли специально, вроде как на корм коровам. Но только руководство бывшей республики СССР Коми удостоилось премии правительства РСФСР за особые успехи в распространении борщевика. Пока ранневесной все остальные растения еще спят, борщевик уже пророс прямо под снегом. А во всех его частях без исключения содержится фуранокумарин. Это вещество напрочь подавляющее любые другие растения по соседству. Оно же вызывает те самые ожоги у людей. Борщевик растет в три яруса. У каждого из них своя высота и своя потребность в свете. Но как только уничтожается верхний ярус, его место занимает тот, что ниже. Именно поэтому борщевик столь живуч. У него всегда есть, чем заменить скошенные стебли. Семена из созревших соцветий разлетаются на 5-6 метров. А на 1 квадратный метр борщевик готовит около 20 тысяч семян. Что ж, на этом все. Большое спасибо, что оставались с нами. Скоро на канале новые выпуски. Мы разберем еще одни интересные мифы. Ну и также скоро будут новости. До скорых встреч и пока-пока.